Российско-Украинской, которую сегодня ночью нарушили украинские военные. Я напомню, в ночь на 13 июня украинский БТР нарушил государственную границу с Россией. Ну вот сейчас, через некоторое время, наверняка, мы можем посмотреть на бронетехнику, которая, как передает погранслужба ФСБ, каким-то образом застряла в Ростовской области, близ города Миллерово. Ну вот как дальше развивались события, тоже рассказывает погранслужба ФСБ, что сначала экипаж вроде бы бежал, но потом за ним приехал еще один БТР. И наставив оружие на российских пограничников, которые попытались задержать нарушителей, благополучно убрались вместе с тем экипажем, который там застрял. Ну вот их боевая машина до сих пор остается в Ростовской области. Вот эти кадры мы сейчас получаем из Ростовской области как раз. И через некоторое время я все-таки надеюсь, что те кадры, ради которых туда ездила наша съемочная группа, мы все-таки получим. Ну, кстати, украинская сторона пыталась каким-то образом сегодня рассказать о том, каким образом там оказался злочастный БТР. Вот там говорили примерно следующее, что их броневая машина объезжала... Ну вот... Нет, еще, наверное, это не те кадры. Что их броневая машина объезжала какой-то блокпост, который захватили ополченцы. Ну, сейчас посмотрим, что там на месте происходит уже. Вот видно, что наша съемочная группа как раз добралась до туда. Ну, судя по тем кадрам, которые до этого были, да, действительно, там речь идет о БТРах. Ну, сейчас, конечно, сложно предположить, что там происходит на месте, потому что комментарии к этому видео мы от наших корреспондентов еще, к сожалению, не получили. Тут также... Уже что известно? Известно то, что по требованию президента Владимира Путина МИД России уже направил ноту протеста в Киев, где он говорит о недопустимости такого рода провокации. В МИДе назвали это провокацией. И где говорится о том, насколько это усложняет те попытки провести переговоры, двусторонние переговоры, которые предпринимаются в данное время. Ну, вот наверняка добралась наша съемочная группа все-таки до того места, где и нашли этот злочастный БТР. Здесь видно, виден такой, что-то вроде укрепрайона, который как раз держат наши пограничники. Очень много военных. Да, наверняка слишком много видео снимали, наверное, наши корреспонденты, что сейчас это как раз кадры мы... Они нам передают из Ростовской области, поэтому не можем их действительно перемотать на то место, где действительно видны эти украинские БТР. Но, как бы то ни было, тут те сообщения, которые приходили сегодня в течение дня, они подтверждаются и погранслужбой ФСБ, их пресс-службой, и также вот наша съемочная группа, которая там была, она сообщила. Ну, вот не БТР, а БМП все-таки, да, о БМП идет речь. Это броневая машина пехоты, гусеничная. Вот видно, что там то ли болотистая местность, то ли... Да, действительно, болотистая местность, в котором завяз, завязла украинская БМПшка. Каким образом она там оказалась? Ну, здесь только домыслы могут быть. Не знаю, насколько можно верить как раз киевским источникам, которые утверждают, что объезжали два, две БМП, как раз блокпост ополченцев. Как известно, некоторое время назад ополченцы, ополченцы там для того, чтобы организовать вывоз людей, желающих покинуть места боевых действий, сделали свой собственный коридор. Так вот, ну, действительно, имеет место быть такая версия. Но вот в МИДе России вот ее называют провокацией, диверсией, и как раз подают уже подле, вернее, ноту протеста своим киевским коллегам. Напомню, это первые кадры с того места. Это близ города Миллерово в Ростовской области. Еще раз напомню ту фабулу, о которой рассказывает погранслужба ФСБ о том, что там в ночь на 13 июня откуда-то оказалось БМП украинских силовиков, которые вот либо завяз вот на бездорожье вот на таком, либо вот, либо заглох. Вот еще одна такая версия была заглох. Вот экипаж, как сообщается, успел скрыться. Вот при каких обстоятельствах тоже говорили несколько таких версий. По одной из версий как раз они сами бежали, а по другой версии как раз за ним приехал другой БТР. Ну, сейчас видео подходит...